Приветствую вас! Давно у нас не было обычных, прекрасных тренировок на тазобедренные суставы, которые могут выполнять абсолютно все. Они не имеют осевой нагрузки, вы можете сесть удобно. Если вам надо подушки, пожалуйста, положите все подушки. Мы выставляем руки сзади, ноги чуть-чуть спереди. Они у нас сгибаются в комфортный угол, это примерно 90 градусов между бедром и голенью, но может быть чуть тупее. И мы начинаем по очереди, закручивая колени в одну и в другую сторону, стараться не перемещать корпус вслед за бедрами. Наша задача почувствовать, насколько у вас комфортно вращаются бедра и насколько им хорошо вращаться во внутреннюю и во внешнюю ротацию. Они могут отличаться друг от друга по своей способности и мобильности, ничего страшного, просто замечайте эти моменты. И в какой-то, если вы чувствуете прям сильное ограничение во внешней ротации, добавляйте упражнение на эту ногу во внешнюю ротацию. Последний раз мы закручиваемся с вами по короткому краю коврика и закручиваем корпус дальше. Вдох вперед, выдох вращения. Вдох вперед, выдох вращения. Еще вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, последний вдох. Выдох, остаемся по центру и правая нога у нас заходит немножко к себе. Колено может не лежать, как вам комфортно, а правая нога, у левой ноги у нас вытягивается по коврику. И сейчас колено левой ноги будет заворачиваться вовнутрь в пол и мы будем вращать бедро. Раз. И возвращаем обратно. Два. Три. Когда вы возвращаете таз обратно, оставайтесь вертикально, не скатывайтесь секретцовым отделом вниз. Старайтесь опустить таз, вытянув всю линию мышц по бедру вниз. Высоко-высоко и красиво сидим. Гордо сидим с высоко поднятой головой. Последний раз мы остаемся в этом положении. Колено опустите на пол и зафиксируйте за себя. У нас положение около Z-седа. 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 Наша задача поставить руки в удобное положение, чтобы у вас был хороший наклон и не было прогиба в поясничном регионе. Сейчас с подъемом ноги мы разворачиваем корпус в боковой наклон. У нас левая нога поднимается, корпус в боковой наклон. И возвращаем. Вы можете поставить руку на предплечье и тогда у вас будет амплитуда движения чуть больше. Если такой возможности нет, просто поставьте руку чуть подальше за коврик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остаемся в этом положении. Вытягиваем ногу по коврику и тянемся локтем вниз, чувствуя, как у нас вытягивается весь левый бок. Сгибая ногу, выпрямляемся в диагональ, диагональное положение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Прямо опорным локтем, когда вы его ставите, отталкиваете корпус наверх, чувствуя вытяжение от ребер. Еще вдох, выдох. Последний раз вдох. Оставимся с прямой ногой, левая нога прямая и закрутимся вперед. Хорошее вращение, чувствуем натяжение ягодиц правой ноги. У нас с вами будет движение ноги по полу вперед. И раз, за себя. Колено может слегка сгибаться, ничего страшного в этом нет. Почувствуйте просто инертное, амплитудное движение в левом суставе. Насколько он хорошо сгибается и разгибается. Опора в локте у нас одинаковая. То есть не уходите на правый локоть, левый локоть также держит вас в опоре. И мы уходим ногой назад и вытягиваемся в вертикальное положение. Сейчас у нас точный зацет. Короткий край коврика и нога согнутая позади. Передний край коврика длинный и нога согнутая спереди. Правая рука в опоре. И левой рукой мы сейчас себя поднимаем наверх. Делаем вдох. Чувствуем разгибание в тазобедренном суставе. Выдох вниз. Еще вдох. Выдох вниз. И еще вдох. Выдох вниз. Последний раз. Вдох. Выдох вниз. Ноги у нас грациозны. Меняют свое положение. Правая у нас сейчас стоит на стопе. Левая коленка направлена в диагональ. И стараемся опустить ее на пол. Сейчас у нас нога вытягивается вниз и поднимается наверх. Наша задача почувствовать хорошее сгибание и разгибание. Ничего более не делайте. И еще. Последний раз. Отлично. Теперь нога вращается у нас на бедро и возвращается обратно. И здесь мы стараемся посадить таз, но оставаться высоко на седальщином бугре. Раз. Два. И еще. Три. И четыре. И еще. Пять. И шесть. И семь. И восемь. Закрутились вперед. Нога у нас заворачивается, колено сгибается. И получается такое около Z в сет. И наклоняемся вниз, опуская максимально на предплечье, либо вытягивая руки вперед. Поднимая колено, мы раскрываемся в боковой наклон. Вдох, вниз, выдох. Я останусь на предплечье. Вдох, выдох. И еще. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Остались здесь. Вдох. Нога вытягивается. Мы тянемся еще больше. И вверх. Вытяжение за ногой. И вверх. И еще хорошее вытяжение. И вверх. Отлично. Последний раз. И мы, вытягивая ногу, закручиваемся в положение голубя. Вытяжение. Хорошее натяжение ягодиц левой стороны. И мы, сгибая колено, вытягиваем ногу вперед и за себя. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Оставляя ногу позади, мы вытягиваемся вертикально. Левая рука остается в опоре. И у нас с вами происходит подъем таза. Наверх. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Левая нога остается согнутой. Правая заворачивается накрест. И мы опускаем таз вниз. На своем скручивании. Обнимая ногу, мы делаем хорошее вращение грудной клеткой. Раз. И возвращаемся. Два. И еще три. И возвращаемся. Четыре. И еще пять. Отлично. Последний раз. Семь. Останьтесь здесь. Руку поставьте на пол и вытяните вторую хорошо перед собой. Сейчас, наклоняя колено за ногу, мы поднимаем руку вверх-вниз. Вверх-вниз. Даже если нога не уходит накрест, то вы делаете то же самое, оставляя ногу перед коленом. Внешняя ротация. Внутренняя ротация. Прям хорошо уходите на внешний край стопы и сваливаетесь на внутрь, отрывая внешний край. Последний раз. Отлично. Правая нога уходит на сгибание, левая накрест, либо перед коленом. Хорошо обнимаем колено, вытягиваем, ягодицу садим, вытягиваем грудной отдел и начинаем раскручиваться. Раз. Возвращаемся. Два. И еще три. Возвращаемся. Четыре. Пять. Шесть. Руку поставили. Семь. Вторую вытянули перед собой. Нога во внешнюю ротацию, корпус наверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Нога у нас уходит в положение Z-се, да? И сейчас мы делаем хороший наклон вперед. Наклон вперед и ровно. И ровно. Вперед. И ровно. Даже если у вас небольшое движение, попробуйте, даже если колено отрывается, попробуйте приподнять ягодицы, наклониться слегка на колено, но сделать вот это сгибание с ротационным компонентом. Последний раз. И без помощи рук переносим ноги на другую сторону. И точно так же наклон вперед, назад. Еще вперед, назад. Последний раз. Отлично. Остаемся вертикально и без помощи рук разворачиваем ноги параллельно друг к другу. И сейчас без помощи рук мы сделаем одну с вами классную комбинацию. Закручиваем ноги. Раз. Уводим накрест. Два. Уводим от себя. Три. Подъем. Таз. Вниз. И ноги вертикально. Теперь в другую сторону вам придется пересесть или взять с собой телефон. Мы делаем поточно. Раз. Закрываем ногу накрест. Два. Таз стараемся посадить обратно. Колено выводим. Подъем таза без помощи рук. Таз на пол. Вертикально. Повторяем еще раз. Зет-сет. Нога накрест. Таз опустили вниз. Обратно нога. Подъем таза вверх. Опустили колени вверх. И скручивание. Снова. Накрест. Таз стараемся опустить. Нога назад. Подъем наверх. Опустили вниз. И исходное положение. Надеюсь у вас получилось. Пишите в комментариях, у кого получилось сделать это с первого раза. Но поверьте, если вы сделаете это хотя бы еще три раза, вы сделаете это потом с закрытыми глазами. Очень простое, классное упражнение на координацию, мобильность тазобедренных суставов и мышечную выносливость, потому что здесь таз поднимает ваше тело. Ну что, я была вас рада видеть на этой тренировке. Надеюсь, у вас получилось почувствовать легкость и свободу в тазобедренном суставе. Если у вас есть какие-то проблемы с ними, обязательно работайте, потому что от того, насколько мягко и плавно вращается ваш тазобедренный сустав, зависит комфортность положения поясницы и комфортность движения в коленном суставе. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok